В Алтайском крае заготовили 200 тысяч тонн угля для нужд социальной сферы. Это 150% от нормативного запаса. Первый в крае технопарк Юг Алтая открыли в Рубцовске. На открытии побывала наша съемочная группа. Первое в истории мини-футбола – Барнаульское дерби, старт сезона алтайских хоккеистов и кубковый турнир волейболистов. Подробности в рубрике «Спортобзор». В Алтайском крае заготовили 200 тысяч тонн угля для нужд социальной сферы. Это 150% от нормативного запаса. Как сообщает Пресс-служба регионального правительства, приобрести такое количество топлива удалось благодаря совместным закупкам учреждений. В прошлом году уже практиковали подобный способ заготовки угля, однако в 2022 объем поставок увеличился в два раза. По данным главы Краевого минстроя Ивана Гилева, запасы позволят войти в отопительный сезон без проблем. По оценке ведомства, жители региона для собственных нужд приобрели порядка 470 тысяч тонн угля, то есть половину от годовой потребности. А в домах Барнаульцев долгожданное тепло появится во второй половине этой недели, после 21 сентября. Решение приняли на совещании по подготовке к отопительному сезону. Управляющие компании уже начали заполнение внутридомовых систем отопления, пока не наступили холода. Как раз еще в начале недели обещают, что воздух прогреется до плюс 20 градусов. По словам заместителя главы города по городскому хозяйству Сергея Пашковского, многоквартирный жилой фонд Барнаула к зиме готов лучше, чем в прошлом году. Почти на 100 домов больше получили паспорта готовности. Отмечу, школы, детсады, больницы и другие соцучреждения могут подключить тепло уже сейчас. Нужно отправить заявление энергетикам. Сегодня часть барнаульцев осталась без горячей воды на два дня. Под отключение попали 73 многоквартирных дома, два детсада, пять школ и столько же больниц. Ограничения связаны с перекладкой трубопроводов на улице Молодежной. Подачу горячей воды возобновят 20 сентября в 22.00. Какие адреса попали под отключение, можно узнать в телеграм-канале СГК Барнаул. Новые рабочие места и выручка в 350 миллионов рублей. Таких показателей планируют достичь благодаря первому в крае технопарку Юг Алтая. На открытии побывала наша съемочная группа. Первый в истории Алтайского края технопарк Юг Алтая открыли в Рубцовске. Это территория для размещения новых производственных комплексов металлургии и металлообработки, промышленного и сельскохозяйственного производства, а также инновационной деятельности. Я думаю, что все задачи, которые были поставлены перед созданием такого объекта, а именно создание новых рабочих мест, появление нового устойчивого источника налоговых платежей, самое главное решение практических производственных задач для обеспечения машиностроения здесь, в Рубцовске, реализация и использование современных методов ведения производства, высокоточного, высокотехнологичного, все это в новом технопарке есть. Технопарк площадью больше двух гектаров находится на территории бывшего завода автотракторного электрооборудования. Новое предприятие создали по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На реконструкцию и создание «Юга Алтая» направили 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Сегодня у нас только первые резиденты заходят на площадку. На самом деле на горизонте 10 лет стоят достаточно серьезные задачи и показатели, которые коллеги обязались взяли на себя и обязались выполнить. Это и количество резидентов, и частных инвестиций, и количество рабочих мест. Промышленный парк оснащен высокоточным производственным оборудованием. Это гидравлический пресс, установки индукционного нагрева, токарное оборудование и даже роботизированный сварочный комплекс. Мы постарались создать универсальный завод, где если резидент занимается в области металлообработки, механообработки, он может здесь делать все. И вот универсальность. На площадях «Юга Алтая» разместят не меньше пяти резидентов. Выручка от их работы по плану составит больше 350 миллионов рублей в год. Также благодаря работе компаний, размещенных на территории технопарка, создадут новые рабочие места. К 2024 году их будет около 200. Елена Самарина, Денис Кузьменко. Новости. Бывшего генерального директора комбината школьного питания «Глобус» подозревают в превышении должностных полномочий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 285 и 286 Уголовного кодекса. По данным следствия, с 2016 по 2021 годы подозреваемый заключал гражданско-правовые договоры с фирмами, которые возглавляли его родственники. При этом документы были подписаны на заведомо невыгодных для комбината условиях. В результате предполагаемых махинаций акционерному обществу и муниципальному образованию был причинен имущественный вред на сумму больше 6 миллионов рублей. Кроме того, в период с 2017 по 2022 год подозреваемый необоснованно предоставил в безвозмездное пользование часть нежилого помещения, принадлежащего комбинату своим близким родственникам, владельцам нескольких обществ, ограниченной ответственностью. При этом каких-либо гражданско-правовых договоров не заключалось, и вследствие неуплаты арендных платежей со стороны аффилированных фирм комбинатам школьного питания не были получены денежные средства в сумме не менее 11 миллионов рублей. Также со счетов акционерного общества незаконно и необоснованно были перечислены денежные средства в сумме не менее 4,5 миллионов рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций в качестве коммунальных платежей за пользование обществами коммунальными услугами на площадях здания. Нынешний руководитель комбината школьного питания подал гражданский иск на возмещение ущерба. Сотрудники Краевого управления ФСБ и исследователи Следственного комитета провели обыск в квартире подозреваемого. На изъятое имущество суд наложил арест на сумму больше 3 миллионов 800 тысяч рублей. Кроме того, в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие ведет расследование. Уже в октябре в Барнаульском парке Изумрудной заполнят водой знаменитый пруд. Об этом сообщает телеграм-канал Говорит Вакаев. Водоем осушили 4 года назад после массового замура рыбы. Управляющий парком отметил, что на данный момент подрядчик приступил к монтажу гидроизоляционного покрытия. По его словам, в течение месяца эти работы закончатся, и к концу октября можно будет наполнить водоем в тестовом режиме. После завершения всех этапов благоустройства на острове появится новая беседка, скамейки и озеленение. Глубина водоема будет чуть больше метра. Периметр вымастят плиткой, а склоны озеленят газоном. Появятся набережные, пирс и удобный спуск к воде. Уже знакомые барнаульскому зрителю постановки молодежного театра Алтая «Временно недоступен», «Вандербой» и «Крахмальная 92» стали доступны для слабовидящих. Спектакли снабдили тифлокомментариями, лаконичными аудиоописаниями предметов, декораций, костюмов и действий актеров. На репетиции адаптированного спектакля побывала и наша съемочная группа. Дорогие зрители, сегодня вашему вниманию будет представлен спектакль с тифлокомментированием «Временно недоступен». Тифлокомментирование – это лаконичное описание предметов, явлений и действий, которые непонятны слабовидящим без специальных комментариев. Делать спектакль молодежного театра Алтая доступными для посетителей с нарушениями зрения будет приглашенный специалист из Новосибирска Марина Копысова. Наша задача тифлокомментаторов – донести все то, что происходит на сцене, чтобы это было равнодоступно и по полной включенности, как и человеку зрячему. И наша задача стоит в том, чтобы те сцены, которые безмолвные, там, где декорации есть, и которых ведь зрячие люди, мы должны их описать 100%. Чтобы не было исключенности или, так сказать, исключения тех зрителей, которые не могут действительно это все увидеть. Часто роль тифлокомментатора выполняют родственники и друзья, особенных посетителей. Они шепчут на ухо обо всем происходящем, чем часто мешают остальным зрителям. Благодаря специальной аппаратуре эта проблема решена. Я надену гарнитуру и, соответственно, по настройке той радиоволны, которую сделают технические специалисты, пойдет звук на радиоприемнике. То есть приниматься будет звук вот на эти приемнички. Здесь индивидуальное пользование наушники, которые будут розданы после, естественно, обработки. Закупить оборудование в учреждении смогли благодаря победе в грантовом конкурсе «Особый взгляд». Средства также пошли на адаптацию трех постановок. Театр – это подвижное явление, где невозможно сделать запись. Поэтому специалист будет озвучивать спектакль в реальном времени из звуконепроницаемой кабины. «Софит освещает кухню. Входит в Вене с подругой Дженни. На них строгая школьная форма, светлые рубашки с галстуками, костюмы тройк». Мастер-класс для администраторов, контролеров и работников гардероба провели сотрудники краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Персонал театра будет встречать посетителей на улице и провожать до их мест. «Мы должны быть готовыми, что зрители к нам приходят разные, и умение работать персоналу нам просто необходимо. Поэтому периодически мы всегда проводим какой-то инструктаж, не только касающийся этого проекта, а вообще какие-то необходимые инструктажи. Но поскольку у нас сейчас проходят такие спектакли, тифло-комментирование, поэтому наши сотрудники готовы принимать зрителей». При выборе спектаклей для адаптации руководство театра ориентировалось на семейную аудиторию. Возрастные ограничения для всех трех постановок – 12+. Первыми посетителями адаптированных спектаклей стали читатели Краевой библиотеки для незрячих и слабовидящих и члены регионального отделения организации Всероссийского общества слепых. После тестовых показов театры провели обсуждение со зрителями, чтобы внести необходимые изменения в текст. Юлия Шеламова, Алексей Михайлов, Новости. 13 жителей региона претендуют на звание «Народный мастер Алтайского края». Их работы представили сегодня на выставке «Алтай мастеровой». Изделия выполнены в различных направлениях. Это вышивка, резьба по дереву, кузнечное дело, бисероплетение и другие. Почетное звание «Народный мастер Алтайского края» присваивается 12-й год подряд лучшим мастерам-ремесленникам области народных художественных промыслов и ремесел. Оценивают не только изделия. Важно активно участвовать в культурных акциях и придавать опыт подрастающему поколению. Это, конечно, культурное событие, где мы имеем возможность познакомиться с мастерами, которых, может быть, мы, в принципе, некоторые из нас никогда не видели. Но это является и важной частью работы комиссии по присуждению звания. Я должна сказать, что это один из самых сложных, ответственных и, можно даже сказать, жестких конкурсов в нашей сфере, потому что все-таки это звание, которое присваивается пожизненно. В этом году на звание претендуют мастера из Алейска, Барнаула и Новоалтайска, Красногорского, Завьяловского, Хабарского и Родинского районов края. Отмечу, с 2010 года звание мастера удостойны 34 жителя региона. И о спорте. На Кубке России по мини-футболу прошло первое в истории Барнаульское дерби. Алтайские хагиисты начали новый сезон, а волейболисты сыграли в кубковом турнире. О результатах спортивных баталий расскажет Артем Тарасов. Только футбольные болельщики отошли от августовской встречи «Темпо» и «Динамо», как на всероссийском турнире появился еще один принципиальный матч команд краевой столицы. На этот раз на Кубке России по мини-футболу сыграли уже опытный Алтполитех и новички «Атлетик». Более того, матчи тура прошли в Барнауле. На этом этапе сыграли четыре команды. Хозяева по разу выиграли и проиграли. В очной встрече сильнее оказался Алтполитех 8-5. Но пройти в следующий этап им не удалось. Думаю, команда дебютировала в принципе хорошо. Мы полностью перестроили наш стиль игры, который у нас был. Поэтому за месяц-полтора то, что мы выстроили, это уже хороший результат. Думаю, дальше будет больше, в следующем году будет другой результат. Команда «Алтай-2007» провела заключительный домашний матч юношеской футбольной лиги. На радость болельщиков он завершился уверенной победой хозяев. Их соперником была Екатеринбургская «Урфа», досрочный победитель турнира. Но, видимо, чемпионский коридор в начале игры слегка расслабил уральцев. А сейф Никиты Елистратова во время пенальти и вовсе перевернул ход встречи в пользу барнаульцев. Как итог 3-0. Сейчас игроки школы Смертина идут на седьмой строчке турнирной таблицы. Впереди еще два выездных матча. Конечно, очень приятно обыграть лидера, причем с очень поставленной игрой. Это дорого стоит. Поэтому я результатом доволен. Как и говорил на прежней пресс-конференции, что над качеством игры все дети работают и работают. В Саратове свой сезон в ХЛБ начали барнаульские хоккеисты. Стартовала команда «Динамо Алтай» не совсем удачно. Поражение в первом матче 2-3. Однако взять реванш удалось во второй игре. Там алтайские спортсмены одержали победу 3-1. Еще два матча серии запланированы на 19 и 20 сентября. Волейбольный университет во время упорных матчей ни разу не смог выиграть на Кубке России среди команд высшей Лиги А. Подопечные Ивана Воронкова провели три игры. Из 12 сыгранных партий студенты четырежды решали исход по принципу «больше-меньше». Видимо, удача в этот раз была не на стороне барнаульцев. Четвертое место из четырех команд. Артем Тарасов, Денис Кузьменко. Новости. А у меня к этому часу все. Я желаю вам хорошего вечера. Спасибо, что были с нами. Увидимся в 20.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова